всем садовый привет вы на канале европлант life меня зовут саша и сегодня мы с вами поговорим про весенний уход за газоном как практикующий садовник хочу вам сказать что уходу за газоном удивляем такое же количество времени как и уходу за другими насаждениями а порой даже и больше и первое необходимое весеннее мероприятие это скарификация прочесывание ли рация газона все эти три мероприятия имеют между собой отличие давайте разберемся в чем отличие и что нужно проводить именно вам на вашем газоне это мой друг скарификатор его мы используем при интенсивном регулярном весеннем уходе за газоном своими ножами он прорезает дернину и тем самым стимулирует доступ воды и воздуха корням и кроме этого в самая важная его функция он стимулирует разрастание дернины и омолаживает ваш газон помимо этого он выполняет и функцию прочесывания очень хорошо убирает старую засохшую траву и вычесывает мох с газона смотрите вот рабочий вал скарификатора в зависимости от того как низко вы будете опускать ножи будете регулировать степень прорезания вашей дернины скарификатор вам понадобится не только весной при весеннем уходе но еще если у вас сильно запущены газоны вы хотите его реанимировать скарификация это первое мероприятие которое мы проводим перед подсевом ремонтом газона и внесением удобрения и борьбой с сорняками также вам понадобится осенью но про это поговорим в отдельном ролике сейчас мы разговариваем с вами про весенний уход так вот провели скарификацию после этого вы можете смело вносить беломитовую муку чтобы раскислить почву под газоном чуть-чуть подгодя неделю 10 дней когда температура ночью будет плюс 5 точно не будет заморозков днем плюс 10-15 наш газон начнет просыпаться можем нести с вами первую подкормку минеральным удобрением тут хотелось бы отметить про подкормку газона по снегу бытует мнение что когда тает снег наше удобрение попадает в почву и мы сразу подкармливаем с вами газон не знаю кого мы там подкармливаем все это удобрение вымывается в почву потому что газон еще не проснулся он еще в стадии анабиоза и не готов кушать ваше удобрение я делаю так разделите вашу подкормку норму внесения удобрения на несколько доз и делайте это лучше регулярно тогда вы получите всегда интенсивную зеленую лужайку и удобрение будет поступать к вашему газону к вашей непосредственно траве они вымываться в почву еще парочку практических технических советов скарификатор по бортику у вас не сможет пройти так вы будете задевать вашу брусчатку ножами поэтому по краю мы всегда подчесываем газон планировочными граблями если у вас есть система автоматического полива не забудьте ее перед этим либо продуть запустить чтобы знать где форсунки или воспользуйтесь схемой и обозначить и ваши форсунки ведь нож может повредить вашу поливал очку после того как мы с вами прошли скарификатором в двух направлениях вдоль и поперек один раз а может быть и несколько не знаю насколько запущен наш газон мы с вами собираем дернину верными граблями можете при этом воспользоваться газонокосилкой но я люблю чтобы вид был газона идеальный мы собрали весь мусор использовать веерные грабли еще один нюанс скарификатор мы используем без травосборника травосборник очень быстро забивается травой быстрее собрать старую траву дернину граблями вручную чем бегать и каждый раз вытрахивать травосборник посмотрите как выглядит газон после скарификации он прямо на глазах зазеленел а вот газон который еще в процессе работы по нему не проходил еще ни разу скарификатор хочется сказать что если вы проводите вовремя все агротехнические приемы вам не придется использовать медный купорос и так далее тому подобное для борьбы с грибными болезнями ведь все эти мероприятия как раз у нас и направлены на то чтобы нам не пришлось бороться не смучистый росой не с ржавчиной на газоне не с появлением поганок и грибов прочесывание мы проводим в двух направлениях сначала вдоль а а потом то же самое поперек собираем все что у нас вычислилось веерными граблями и при необходимости если силы остались повторяем процедуру вот так еще по диагонали вот так вот веерными чтобы вам показать что получилось конечно тут никакой аэрации глубокой речи не идет мы просто убрали с вами сухую траву вот что получилось вот что было даже такое мероприятие очень поможет вашему газону быстрее проснуться и по нему будет гораздо легче и эффективнее вносить первое удобрение проводить первую подкормку после этого можно сделать аэрацию также механическим способом вилами или существуют такие подошвы с уголками во многих гипермаркетах продается конечно вы потратите очень много на это времени и сил поэтому выбор за вами обратиться профессионалом приобрести скарификатор а или механическим способом заниматься такими мероприятиями самим вот вообще все надо убирать аэрация это мероприятие по насыщению вашего газона воздухом то есть мы организуем естественный процесс воздуха обмена а если вы провели скарификацию то сразу следом проводить аэрацию не нужно ведь наш скарификатор ее уже сделал а если вы причесали ваш газон механически планировочными граблями то вам необходимо провести аэрацию для этого существуют специальные механизмы аэраторы или вы можете сделать это с помощью вилл или тапочек с иголками в зависимости от того какова у вас площадь газона и сколько у вас сил и терпения аэратор хорошо обеспечит поступление воздуха к корням но вычислить дернину он не сможет так хорошо как скарификатор поэтому если вас сильно запущенный газон лучше сначала провести скарификацию аэратор вам понадобится и в течение всего сезона если у вас например газон находится в переувлажненных местах или наоборот очень сухих после прокалывания вы выносите удобрение и она поступает хорошо как раз в корне обитаемый слой в итоге ухаживать за газоном нужно даже весной искарификация прочесывание рация это обязательные агротехнические приемы которые помогут нам потом и облегчат наш труд в процессе ухода за газоном в течение всего сезона нам не придется бороться с грибными болезнями или проявившимися грибами на газоне а если вы не хотите покупать скарификатор вы можете взять его в прокат или сделать все эти мероприятия вручную механическим способом если у вас небольшой газон на этом все встретимся в новых выпусках поговорим с вами про подкормку газона про дальнейший уход за ним спасибо что досмотрели ролик до конца с вами была я саша на канале европлант life а у кого есть инстаграм внизу будет ссылка подписывайтесь на мой инстаграм и сможете узнать еще много всего интересного а